Продолжение следует... Продолжение следует... Изменил слегка? Так что... Рассказывать я буду о том, как я заблуждался по поводу определения пола у насекомых. Ну, маленькая предыстория. Началось все тогда, когда мы начали изучать эволюцию половых хромосом у саранчевых. Но я, оказывается, совершенно не имел представления, как вообще у этих насекомых может определяться пол. А остаточные знания из курса генетики университетской мне на этот вопрос, собственно, не давали ответа. Более того, мое восприятие почему-то, ну, видать, под действием неких вертеброцентрических воззрений, совершенно сместило из моего понимания то, как у дрозофила-то пол определяется. Ну, и что я на тот момент знал, это то, что вот есть некая Y-хромосома, на которой есть фактор, который определяет пол. Ну, этот фактор является таким транскрипционным фактором, который запускает каскад реакций. И, соответственно, ну, я сейчас на примере млекопитающих рассказываю, естественно, да. То есть, и этот фактор, он вызывает дифференциацию клеток недифференцированной гонады, которые затем начинают произвести гормоны, и эти гормоны уже впоследствии определяют развитие эмбриона у млекопитающих. Так, ну, почему-то я начал проецировать это дело всего на насекомых, но все оказалось совершенно не так, да. Ну, и сейчас я вам пытаюсь рассказать, что же я накопал-то. Ну, прежде чем это сделать, я расскажу немножко о насекомых вообще. То есть, насекомых сейчас, по некоторым прикидкам, насчитывают более миллиона видов. В то же время, хордовых, по оценкам Википедии, где-то порядка 50-60 тысяч видов. То есть, насекомые – это некоторый такой вот таксон, который, по сути, правит нашим миром. И цитологически, ну, во-первых, это раздельно полные полые животные, то есть, мужские и женские гометы производятся в разных организмах, и это очень разные иногда, морфологические. И на таком большом цитологическом уровне пол определяется несколькими способами. Вот на внутреннем, вот зеленом, да, показано, это таксоны, у которых пол определяется гаплодиплоидно, то есть, самцы гаплоидные, а самки диплоидные. Есть небольшое количество видов, у которых гомоморфные половые хромосомы. Нет, вот это, они технологически связаны, да, то есть, вот это гаплодиплоид возник в один раз, или нет? Вот, интересный вопрос, но я не могу вам ответить на него. Ну, и, наконец, большая часть видов насекомых обладает гетероморфными половыми хромосомами. Причем, они включают всегда виды, у которых гетерогаметный пол это женский, это ZW, система, и большинство видов, вот синие, это, у которых гетерогаметный пол самцы. Внутри видов с гетерогаметным полом встречаются виды, у которых присутствуют множественные половые хромосомы, то есть, это несколько X-ов, там, несколько W-хромосом. Ну, понятно, что такое многообразие не может поддерживаться всего лишь какой-то одной системой, ну, генетической системой определения пола. Но, чтобы разобраться в этом, давайте посмотрим на дрозофилу, который, собственно, является классикой всей генетики. И непонятно, почему еще у нас не поставили памятник. Ну, здесь приведены те виды, которые сейчас хоть чуть-чуть исследованы в плане определения пола. Видно, что это довольно малое количество таксонов. Ну, перейдем к дрозофиле, да? То есть, оказывается, что уже более, ну, не более, ну, около ста лет известно, что Y-хромосомы у дрозофила не играет никакой роли в определении пола. Пол определяется за счет подсчета соотношения половых хромосом к аутосомам. То есть, особи, у которых соотношение X-хромосом к аутосомам 1 к 1 становится самками, в то время как те, у которых соотношение 0,5, они становятся самцами. С промежуточным соотношением полов там возникают различные варианты интерсексов. По поводу того сигнала, который считают вот эти самые хромосомы, ну, тоже не так, что прямо уже однозначно показано, но есть такая гипотеза, что на X-хромосоме существуют некоторые половые факторы, на аутосомах есть, соответственно, аутосомные, и продукты этих факторов взаимодействия дают некоторый комплекс, который в дальнейшем запускает ген Sex-Lateral. В качестве таких факторов, ну, некоторые называют это ген Дотерлес и СКЮТ, и, ну, как я же сказал, если это одна хромосома, то, соответственно, продуктов этих X-хромосом, продуктов генов недостаточно, чтобы запустить каскад, когда 2X-хромосомы, то все начинает работать. И этот ген запускает, собственно, этот комплекс запускает ген Sex-Lateral. Что из себя представляет этот ген? У него два промоутера, ранний и поздний. Поздний промоутер, он работает во всех клетках, всех организмов, примерно где-то, ну, уже после целлюризации. В то время как ранний промоутер, он запускается примерно на 15-14 делении, на стадии синситиальной гластидермы, и продукт этого гена включается только при наличии вот сигнала от соотношения X-хромосом и аудосом. Однако, как только появляется этот продукт, он начинает, так сказать, обусловлять экспрессию самого себя, и в том числе, во время, когда начинается экспрессия с позднего промоутера, продукт гена Sex-Lateral вызывает специфичный сплайсинг транскрипта этого гена. То есть, у самцов, у которых этого раннего продукта нет, у них происходит все по умолчанию, скажем так, и включается третий экзон. Этот экзон несет стоп-кодон, и, соответственно, продукт с этой МРНК представляет собой нефункционирующий белок. При наличии раннего продукта этот экзон исключается, и образуется МРНК, специфичный для самок, и, соответственно, это полный белок. Этот белок, он так же, как и продукт гена, ну, как и ранний продукт, он является сплайсинг-фактором, и, в свою очередь, тот связывается с продуктом гена Трансформер. Вот. Ген-трансформер тоже экспрессируется повсеместно, но при отсутствии продукта гена Секс-Лэтл, его сплайсинг проходит по умолчанию и включает вот второй экзон, который точно так же несет стоп-кодон. У самок, соответственно, этот экзон не включается в транскрипт, и получается полноценный белок-трансформер. На следующем этапе трансформер взаимодействия с продуктом гена Трансформер-2 образует димер. Этот димер, он снова же является сплайсинг-фактором. На этот раз он узнает, ну, во-первых, он узнает продукт гена Дабл-Секс, и, связываясь с ним, он активирует слабый сайт сплайсинга и вызывает таким образом, опять же, полузависимый сплайсинг и включает экзон, который характерен для самок, и в его отсутствии включается экзон, который характерен для самцов. Помимо этого гена Дабл-Секс, димер трансформеров влияет на продукт гена Фрутлесс. Это очень сложный ген, он экспрессируется в нервных клетках, и вот одна форма, которая экспрессируется с первого промоутера, она несет сайт узнавания этого комплекса, и, соответственно, у самок он включает в себя один экзон, который также несет стоп-кодон. То есть, таким образом, этот комплекс, он выключает продукцию специфичного мужского белка гена Фрутлесс. У самцов такой помехи нет, белок синтезируется, синтезируется примерно в 2% клеток нервной системы и влияет на половое поведение у самцов. Продукт гена Дабл-Секс – это транскрипционный фактор. Он имеет множество мишеней в геноме и отвечает за включение тех генов, которые, собственно, вызывают генетическую дифференциацию. Хорошо. Ну, казалось бы, мы разобрались с дрозофилами, мы разобрались с насекомыми, у которых есть Y-хромосомы. Ну, почему бы не считать, что у всех насекомых точно так же, у которых есть Y-хромосомы? А нет. Вот даже в пределах двукрылых насекомых у нас есть виды, у которых Y-хромосомы несет некий фактор M, который вызывает развитие эмбриона по мужскому пути. Попробуем разобраться, как эта схема работает на примере обычной мухи домашней. То есть в зиготе существует некоторое количество продукта гена трансформер, это артолог гена трансформер у, собственно, у дрозофилы. И этот продукт вызывает, во-первых, он вызывает экспрессию гена трансформер у зиготического гена, да, и он, взаимодействуя с фактором трансформер-2, вызывает точно так же полуспецифичный сплайсинг этого гена. Соответственно, продукт начинает накапливаться, взаимодействует с, опять же, с продуктом гена трансформер-2, вызывает полуспецифичный сплайсинг гену даблсекс, ну и выключается, соответственно, фруклос. При наличии зиготического фактора M, этот самый материнский продукт каким-то образом выключается. В его отсутствии ничего не мешает, ну, ничего не заставляет работать ген-трансформер, соответственно, все остальные гены ниже начинают сплассироваться и функционировать по умолчанию, да. Ну, что из себя представляет этот самый фактор M? Непонятно. Но даже в пределах естественных популяций мух было показано, что M-фактор не всегда присутствует на Y-хромосоме. Есть популяции, у которых M-фактор присутствует на аутосомах и даже на X-хромосоме. И, казалось бы, если в аутосомах есть M-фактор, каким образом можно сбалансировать вот эту вот систему, да, которую выключала бы. Но, опять же, поискав внимательно, мы, ну не мы, исследовали, обнаружили некую мутацию, которую они назвали F-доминант, то есть феминизирующая доминантная мутация, да. По сути, когда уже начали смотреть дальше, это оказалось, что это тот же самый генотрансформер, но за счет некоторых точковых мутаций произошло его изменение, и он больше не взаимодействовал с зеготическим фактором M. Соответственно, он начал играть доминирующую функцию в определении полупо-женскому варианту. Более того, тоже у мух была получена мутация ареногелик, которая в линии без M-фактора давала так называемое определение пола по материнскому эффекту, то есть в зависимости от генотипа родителей потомство было либо самцы, либо самки. То есть это некая такая пластичная система, которая даже в пределах одного вида может немножечко менять своих участников. когда мы начинаем изучать, что за пределами двух крылых, среди жестокрылых был изучен только один вид, и то не полностью. Исследователи показали, что у него также присутствует ген даблсекс, который дает МРНК, специфичный для разных полов и продукт их. Существует артолог гена трансформер, который тоже также дает полуспецифичные транскрипты. Но у этого гена, у этого варианта трансформера нету сайта, который бы узнавал МРНК. И здесь вступает в игру ген трансформер 2. Вот он как раз-таки принимает участие в том, что комплекс трансформер и трансформер 2 начинают выполнять специальную функцию для сплайсинга гена даблсекс. Вот. Ну и у жуков есть Y-хромосомы, некоторый фактор определяющий пол, ну именно M-фактор, то есть как это дело работает, пока непонятно. Теперь что касается чешуи крылок, да, то есть очень у них совсем все по-другому. Во-первых, у них гетерогометный пол женский, то есть у них ZW система определяя пола, W это маленькая гетерогометная хромосома, то есть очень много повторов в ней, но у тех видов, у которых она есть, собственно, она принимает некое решающее участие. Когда смотрели гену, оказалось, что у них нету артолога гена трансформера. И эксперименты по РНК-интерференции с трансформер-2 показали, что этот ген никак не участвует в сплайсинге. То есть здесь ген даблсекс, который тоже артолог, которого присутствует у чешуи крылых, сплайсируется совершенно другим набором сплайсинг-факторов. Более того, сам ген даблсекс отличается от того, который есть у мух. Отличается он наличием так называемой CE-последовательности. Вот она здесь указана. и эта самая последовательность она узнается двумя очень важными факторами. Я хочу сказать, что весь комплекс, который участвует в сплайсинге, пока непонятен, но вот этот самый эти два фактора они сейчас считаются одним из основных. То есть первый это PCI, это P-Element Somatic Inhibitor и EMP Immunoglobulin 2 mRNA Binding Protein. Ну, в общем, это два белка, у которых присутствует КАШ-домен, который узнает эту самую последовательность, присоединяется к МРНК и вызывает вырезание третьего, четвертого экзона, формируя мужской вариант продукта гена double sex. При этом по отдельности эти два белка они не они оба связываются, но не вызывают сплайсинг. Продукт гена PCI присутствует и в мужских и в женских клетках. То есть контроль идет, видать, через белок IMP. Совершенно недавно исследователи показали, что РНК-интерференция играет очень важную роль в определении пола у тутового шелкопряда. Таким образом, в W-хромосоме существует некоторая последовательность, которая представлена в виде повторов. Продукт этой последовательности дает так называемый PI-RNA, то есть это РНК, который связывается с пиве, подобным белком, который у них называется CV. Этот комплекс находит в цитоплазме РНК-гена Маск, это Масквайзер, то есть разрезает его, а остаток разрезанный ген, соответственно, уже связываясь с двухком органах, формирует свой собственный комплекс, который находит МРНК этого самого фемпоследовательности и снабжает таким образом другие белки CV, вот этой вот малой РНК. То есть это схема известная, то есть называется Ping-Pong Conflification, и она позволяет избавиться в геноме от всех продуктов транскрипции гена Маск. Сам ген Маск из себя представляет белок с двумя доменами цинковых пальцев, и как конкретно он работает, тоже пока еще не ясно, но он вызывает, включает экспрессию гена имп, который в свою очередь начинает в некую самоиндукцию, и взаимодействие с геном PCI образует комплекс, который вызывает специфично для самцов сплайсинг гена Double Sex. Как же это все происходит у перепончета крылых, у которых гаплодиплоидная система клинья пола? Ну самцы вот сейчас исследовано хорошо два вида, это обычная пчела и наездник на сонья. У обычной пчелы из неоплодотворенных или оплодотворенных но гомозиготных яиц развиваются самцы, в то время как из гетерозиготных развиваются самки. Что это за ген, по которому гомо- или гетерозиготность? Это его так называют CDS, то есть точнее CSD, то есть Complementary Sex Determination. Как это работает? Каждый, ну во-первых у пчел по одной из работ было показано, что существует более 80 аллельных вариантов этих самых генов CSD. По отдельности каждый из них образует белок, который нефункциональный. Но как только два разных аллеля встречаются в одном евреи и продуцируют белок, который обладает всей полной функцией, он в свою очередь в взаимодействии с трансформером вторым, с артологом, вызывает специфичный сплайсинг гена FEM, тот в свою очередь вызывает взаимодействие опять же с этим же самым фактором вызывает сплайсинг гена Double Sex. и что FEM, что CSD это паралоги генотрансформер, который собственно присутствует и у других описанных выше насекомых. На Sony здесь я извиняюсь за эту картиночку, красивых не нашел, пришлось самому рисовать. Работает так называемый материнский эффект. То есть всего у этого вида была обнаружена все лишь одна копия этого самого гена, то есть там нет этого самого комплементарного определения пола. И согласно гипотезе, которая была предложена товарищами в 2010 году, существует импринтинг материнского материнского ДНК, да, то есть и продукт гена, который приходит, накапливается в оците, он воздействует на отцовскую копию гена трансформер и соответственно вызывает весь описанный выше каскад, да, в то время как при отсутствии отцовской копии он просто не может на него воздействовать. Однако чуть позже они предложили, что все не так просто, существует некий фактор, который они назвали воманайзер. И именно он является материнским импринтированным, потому что экспрессия идет с обоих, что с материнской, что с отцовской копии. И копия воманайзер не импринтированная приходя собственно в зиготу с отцовским генотипом начинает запускать весь этот каскад реакции. Ну вот то, что я сейчас вам рассказал, это наверное самые детально изученные системы у насекомых. Всего это было сейчас 6 видов, а их миллион. Понятное дело, что этим все не исчерпывается. И сейчас я приведу несколько вариантов, которые присутствуют, описаны цитологически, но про них мало что известно с генетической точки зрения. Почвенные комарики циориды замечательный наверное объект, и некоторые из вас наверняка знают то, что у него определение пола происходит благодаря диминуции. Каким это образом происходит? Сначала в зиготе присутствуют три копии X-хромосомы. Две из них пришли от отца, одна от матери. Далее во время развития клетки, которые будут дальнейшим соматическими и генеративные клетки, они развиваются немножко по-разному. В соматических клетках на стадии, когда ядра начинают подходить к поверхности яйца, в мужских клетках выбрасываются две копии отцовской X-хромосомы, а у самок выбрасывается одна копия. В генеративных клетках избавление от X-хромосомы происходит чуть позже, причем сначала выбрасывается все же одна копия, тоже отцовская. В женских клетках миоз протекает совершенно нормально, то есть две копии X-хромосомы сегрегируют, давая нормальный X-A так сказать ацит. В то время как у самцов миоз происходит совершенно не так, как у всех остальных. Во время первого деления выбрасывается весь мужской генотип, то есть весь отцовский генотип. Во время второго деления аутосомы сегрегируют обычно, а хроматиды X-хромосомы не расходятся и остаются в одной клетке, в то время как та клетка, которая осталась без X-хромосомы, она элиминируется. То есть в итоге образуются сперматозоиды с двумя X-хромосомами и одним гаплоидным набором аутосом. Они соответственно сливаясь образуют вот эту самую зиготу. Среди циорид есть самки, которые производят исключительно женских потомков и исключительно мужских. Это геногенные или андрогенные самки. Различаются они тем, что у геногенных есть хромосома X-штрих, она имеет небольшой участок инверсии, соответственно там не происходит комбинации и она сохраняется такой, как она есть. Ооциты, в которых попал вот это самое X-штрих хромосома, они дают потомстве геногенных самок, у которых обычная X, соответственно андрогенных. Со время как андрогенные они всегда дают потомстве только самцов. Понятно, что здесь все очень сложно, здесь есть некоторый материнский эффект и выбор, какие хромосомы будут элиминироваться, какие оставаться, это все на уровне вот этих самых материнских факторов. Когда начали изучать генетику, на данный момент посмотрели кен даблсекс и оказалось, что он тоже не совсем обычный. Он точно так же, как у всех остальных насекомых, имеет разные варианты МРНК, то есть происходит специфичный сплайсинг. У них продукты вот этих самых разных МРНК, они присутствуют и у самцов, и у самок, различия только в их соотношении, относительном количестве. Продукты этого гена трассируются только с женской копией, с женской МРНК. И по филогении оказалось, то, что он, вот этот ген находится довольно базально относительно всех двухкрылых. То есть, ну и опять же непонятно как это все реализуется и две такие рабочие гипотезы очень грубые, очень приблизительные. что-либо через некоторый активатор, который вызывает соответственно экспрессию этого гена, либо через наоборот ингибитор. Вот. Похожая система с деминуцией хроматина наблюдается и у гисианской мухи с тем лишь различием, что там немножко по-другому идет ньюз. И у колембол то же самое. То есть, X-хромосомы, которые присутствуют у колембол, они выбрасываются у самцов и остаются у самок. Ну, колембол это некоторый древний, наверное, самый древний таксон насекомых. Вот еще один довольно удивительный вид, это щитовки. И здесь есть два цитологически различающихся варианта определения пола. Первый это ликоноидный путь, в котором мужской, то есть отцовский генотип, он гетерохроматинизируется, в то время как, ну, и, соответственно, во время миоза он выбрасывается совсем. В диаспидоидном механизме у нас с самого начала выбрасывается отцовский набор хромосом и самцы являются гаплоидными, то есть это группа видов, у которых опление пола происходит либо функционально, либо по фактически гаплодиплоидной системе. Гаплоидная или только половая хромосома геном. Геном. Вот. Ну, и что можно обобщить сейчас, да, то есть на данный момент у насекомых центральным геном, который участвует во всей этой определенной полной является даблсекс. у него есть мужской и женский варианты белка, по-разному воздействуют на множество других генов, которые участвуют в половой дифференциации. Контроль сплайсинга он осуществляется у большинства изученных геном трансформер. Трансформер, иногда без трансформера все происходит, но сейчас я об этом расскажу. Что из себя представляют эти два гена? Ген даблсекс это ген, который относится к семейству генов известных как DMRT гены, то есть даблсекс маб related genes. У него соответственно есть два домена, это DM домен и олигомеризующий домен. даблсекс тоже да, то есть не совсем он, это же семейство генов, да, то есть это семейство генов, оно действительно распространено практически во всем царстве животных и участвует не только в опрелении пола во многих других процессах, но в том числе есть те участники, которые являются ключевыми именно в половой дифференциации. Ген трансформер, он представляет собой белок, у которого есть два сайта аргининсирин богатый и пролин богатый, которые узнают последовательность на мрнк гена double sex и соответственно связываясь с ней вызывает сплайсинг. внутри насекомых этот ген пока еще все так уж получилось, что все насекомые принадлежали к видам, которых полное превращение и соответственно у всех на данный момент считается видом этот ген трансформер играет очень важную роль. среди перепончаток крылых в этом гене есть некоторые специфичные для перепончаток крылых домен, у двух крылых есть соответственно домен, который специфичен для двух крылых и у некоторых видов есть домен, который ответственен за саморегуляцию. причем у некоторых видов этот ген мог вторично потеряться к таким видам могут относиться в краске бабочки это сейчас вылетело из головы название этого таксона неважно важно то что даже среди двукрылых у нас есть виды у которых отсутствует ген трансформер а дрозофила при всем при этом представляет некоторый более развитый что ли вариант у которого помимо того что появился новый уровень регуляции этого гена через ген секс лэтл так еще и был потерян ген который отвечает за саморегуляцию и функция саморегуляции перешла к гену секс лэтл вот ну это некоторые выводы которые я так сказать хотел бы озвучить да то есть первое это то что в отличие от млекопитающих пол определяется в каждой клетке и определяется он благодаря тому что каскад генов запускающих механизм он запускается именно на раннем во время раннего эмброгенеза регуляция всего этого дела проходит через альтернативный сплайсинг а не через тот же самый активацию транскрипции как в случае допустим с СРВАЙ исполнителем является ген дабл секс который является таким консервативным что ли элементом во всем фундаментом определение пола у многих видов опять же есть очень важная роль гена трансформер но не у всех то есть в отсутствии трансформера используются другие сплайсинг факторы и эта система позволяет включать в себя новые уровни регуляции выше и соответственно вся эта система это довольно пластичная легко эволюционирующая и я почти уверен что если мы начнем копать какие-то другие виды насекомых мы найдем не один а множество разных вариантов реализации всей этой программы это очень удивительно потому что определение пола это такой казалось бы незыблемый что ли самый важный для всех процесс да ну собственно спасибо если у вас вопросы спасибо да что там насчет боевых иного вытаскивания на определение пола у перепончаток рыжих и стать под минчей да я встречал эту статью к сожалению я не вник в детали как бы по другому сказал не являются ли во все вот эти вот безобразия и разные варианты вот этого определения пола следствием борьбы с вальбатией интересно да у меня потом еще дополнение будет после вопроса как мы буквально про что действительно ведь так так сказать в очень многих случаях так сказать вальбатия вместе она феминизирует феминизм ну она вызывает убийство смейл киллин либо феминизацию то есть она это тоже делает соответственно значит она работает уже на готовые механизмы единственный способ спасения это уйти сделать другой механизм да определение пола через устойчивость феминизирующему действию вальбатии и дальше вот начинается субъект да лишние гиганетические движения проводят двоичный сигнал через несколько дамов между прочим такая же идиотская система на определение пола грибинтаревича поскольку этот самый 9-9 так вопрос пожалуйста у меня Лавкатер первые вот касательно тех примеров где выбрасывается половина от отца набора хромосома а там идет стало быть потом дальше удвоение хромосома если вы имеете ввиду сциорит или кокцит ну допустим у сциорит выбрасывается именно мужские хромосомы и геном этого самого самца который пришел в соответствии с предыдущего цикла а сперматозоид он сам по себе несет гаплоидный набор удвоение происходит на стадии формирования гометы вот у щитовок да выбрасывается весь геном и мужские особи функционируют по сути в гаплоидном состоянии а женские в диплоидном получаются совершенно классические геном гендроморфы да то есть ну как на первой слайде если вы заметили был такой вот гендроморф долтеральный да то есть получается что вот вот все эти пензовские упражнения наверное было сделано там в определенной клетке на пределах теперь терялся х значит нам получаем красивые истории так еще вопрос пожалуйста так тогда вот у меня да вот еще что я хотел спросить а значит вот средовых таких крокодилов это есть или нет есть есть средовые факторы абсолютно средовые или модификация генетических вот например у тлей средовым фактором является переход от протоногенетического к половому размножению и здесь это и световой день температура питания там очень много факторов да у мух бывает когда при определенной температуре развиваются там больше самцов или самок опять же это температурные какие-то влияния на вот эту вот систему то есть скорее знаете на как бы вот этот ген трансформер у него какой-то температурные чувствительности слушайте я вам сейчас очень глубже вопрос задам а что вообще вот я не так вот у вас регуляция запускания всех этих каскадов в основном вот базируется на вот то что вы сказали альтернативному складу это что вообще характерно для насекомых у них многие каскады так делаются или это сказать вот довольно экзотический случай я к сожалению отвечу на вопрос равновой каскады альтернативного спальса то есть локальные определенные клетки а здесь когда весь каскад напускается из-за альтернативного спальса то есть альтернативного спальса с самого начала а многое мы знаем каскадов кроме этого а это основная проблема с насекомыми В Америке все знают. Ну, насчет экзотики, я бы, так сказать, это с нашей точки зрения экзотика, потому что мы позвоночные, а млекопитающие. А вот насекомых-то, извините, миллионы. Может, это совсем не экзотика, а самое, что у нас есть, мода. Так, еще одну штуку, когда я забуду. Значит, вот у позвоночных, у них тоже есть эти две системы, Y и Z. И там вот одна занятная вещь. Ну, так сказать, по всем теориям, как только у вас образуются половые хромосомы, где в рогометном поле прекращается рекомбинация, начинается деградация Y. Или деградация непарной хромосомы. И, но, вот, например, у позвоночных, там вот такая штука, это не только... То есть, Y деградирует быстрее и потайнее, чем W. Что-нибудь в этом роде есть на насекомых? Теперь, есть ли деградация Y? Есть. Есть, да? Теперь она более выражена, чем деградация W или нет? Вот я не скажу. Эм... Мира или мира? Нет. 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 Я спасибо большое за доклад. Очень интересный. Вопрос, что она подключить немного страны. Что это дает на фонду с полисплоев? Например, вы, на 5 примеров, приводили 6,5. Я, если честно, не знаю. Я не знаю. Я не знаю, что я могу задавать студенту вопрос, почему полиплоэндея есть у растений и редко у животных. Одно из объяснений, это вот как раз хромосомное определение пола. И вопрос дозы так. Как они выдерживают вот эти штуки? Тозовая компенсация. Тут же есть и соотношение вот этого самого XO к аутосомам, то это небольшая проблема. Но это у дрозофила. А? Это у дрозофила. Ну да. А у тех же самых шелкопрядов, там же, там, да, там вот, пока, да, то есть известно, что есть некоторый ген ФЕМ, который дает, соответственно, вот эту самую интерференцию, выключая ген МАСК. Да, то есть... Ну тоже ведь, на самом деле, игра на дозе. Так сказать, ну вы делаете больше этих генов, больше будет продукции этих интерференций и тот же результат. А вот это так, как я у вас ответил. Так, что еще? Еще вопросы есть? Есть. Пожалуйста. Вот я хочу вернуться к этому вопросу, а в каждой клиентке, в принципе, у кого-то, то есть чем там задается это направление, вот это, случайное, отклонение от случайности есть или там что-то случайное? И чем это определяется? Функтациями, какие-то там, еще чем-то? Ну вот на примере той же самой дрозофилы, то есть как-то самая хорошо изученная система. У нас есть ранние и поздние промоутеры. Поздние начинают экспрессироваться везде и одинаково. А вот ранние только тогда, если есть вот этот вот сигнал от аутосомы и хромосом в нужном соотношении, да? Вот этот самый... Как бы экспрессия вот раннего промоутера начинается на стадии, ну это примерно 14-е деление, это еще не произошла целлюризация. И, соответственно, как только, ну это еще с синцитии, как только возникает клетка, там уже установлена эта вот самая система определения. Нет. Ну, одна клетка, ядер, два, четырех системе. Ну, вот в всяких интерсексах, где вот как раз таки происходит различное вот это самое запускание этого каскада, Проблема в том, что продукт, который идет от аутосом и половых хромосом, по-разному представлен в разных вот этих вот клетках. То есть, соответственно, там начинаются запускаться разные варианты каскада. Ну и да, и там либо так, либо сяк. Ну вот насчет быстроты, да, то есть, как бы, говорю, сейчас мы видим тех же самых мох, обычных домашних мох. Нет, вот один вид, один вид мускодоместика, да, то есть, у нее есть виды, у которых вот этот самый М-фактор присутствует на Y-хромосоме, есть те, у которых присутствуют на аутосомах или X-хромосоме. Соответственно, у тех, у кого он на аутосомах или X-хромосоме, доминантным является феминизирующий фактор, вот который трансформер D, доминантный. То есть, он определяет женский пол. У других, у которых нету, ну, у которых на Y-хромосоме, доминантным является именно M-фактор на Y-хромосоме, маскулинизирующий. М-фактор на Y-хромосоме, надо называть Z, ну, Z-хромосоме, да? Ну, нет, когда разошлись на определение полоски, вот, скажем, популяции, да, полиции, 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 но, я думаю, меси, миллиона лета, ас-а-1 есть. Нет, там, ну, в острова, там, у грузофил, там, нео-X-хромосомы, это не проблема. У тех, что там, учено, что у вас в одних популяциях есть X-х, других, Z-W, а варитике вообще нету. Я думаю, что на острове полетели мухи, дороженные вальпахиями, насколько у них, то есть, самая вальпахиями, похоже, очень быстро, меньше миллиона лет, я думаю, у вас меня зовут. Нет, это предположение, а уж, что реальные инвестиции. Нет, ну, вот реальные инвестиции, он берет популяция по этим самому, по грузской инвестиции. Грузской инвестиции, это совершенно гигантский популяция, у нас, кого-то нет, у нас фактически маленький. Так, Илья, все, отправляемся на острова. Больше запомнили. Все? Да. Все, вопросов больше нет, тогда заполнение, пожалуйста, говорим. Да. Поскольку тема таксово-специфичная, и про насекомых, то я добавлю конкретно про бабочек, там есть несколько интересных вещей. Ну, во-первых, половые хромосомы, и у них тоже не только у ехидмы, там, семивалент образуется, да, тут тоже, допустим, у липсидии, гляночки горошковые, до трех пар половых хромосом есть. Потом, вот, W-хромосома железно определяет пол, по принципу есть-нет, у тута у шелкопряда. Есть еще непарный шелкопряд, конечно, они совершенно разные семейства и надсемейства, просто название русское такое. Но, вообще-то, Гольчмидт именно для него предложил балансовую теорию определения пола, что там работает не так, как у тута у, там баланс, как у дрозофилы. Ну, наконец, самое поразительное, я вот на лекциях последние два года это читаю, может, кто-то слышал, картинок у меня нет, а здесь бы исследовала Бейсовская мимикрия, когда у нас есть ограниченный полом полиморфизм, а именно у самок. Есть, конечно, у кого и у обоих полов такое, допустим, некоторых парусников, но сплошь и рядом, вот, у тех же парусников, самец он стандартный и свой, видоспецифичный. А самки представлены несколькими морфами, которые похожи на разные несъедобные виды с целью перераспределить свою биомассу по разным моделям, потому что задача, вообще говоря, эволюции, чтобы покрыть собой планету. И, значит, тебя будет много, а ты съедобен, то птица не будет учиться вот такое не ест, поэтому нужно рационально использовать кредит недоверия и перераспределять. Поэтому у нас есть полиморфизм, почему-то это чаще всего самки, видимо, их жалко, у них есть яйца, ценные продукты, самцов и одного достаточно, да. Так вот, значит, это классический объект эволюционной генетики, значит, Фишер, кстати, Фишер сказал, что это самое большое торжество дарвиновской теории эволюции от бейсовской мимикрии. Там был введен термин суперген, потому что вот эти сложные морфы, они определяются многими генами, которые не рекомбинируют. Причем у папилева мемнон, такой Юго-Восточной Азии, значит, на штыках подвидов, когда системам подобных модификаторов начинают друг друга не понимать, идеальность морф снижается, отбор падает, и после распадения отбора возникают рекомбинанты и выясняют, что там пять локусов, значит, там, хвостики на задних крыльях, задние крылья, значит, передние крылья, треугольники на передних крыльях и тело. Вот, значит, ну а молекулярной природой всего было непонятно было, суперген, это действительно несколько генов, сцепленных, то ли иной степени тесноты, или это регуляторный элемент одного гена, как кусь-кьют, потому что, в принципе, вот определение окраски у бабочек, ну, на гомеобоксных генах, они их обычно большие, регуляторные. Так вот, в прошлом году появилась статья в Нэйче, в Нэйче без всяких там префиксов и суффиксов, вот Нэйче, как оно есть. Куча авторов, там многие известны, первый автор, Крушнамек Кунтия, он главный специалист по бабочкам Индии. Я перед этим не успел даже списаться по поводу стрекоз Индии. Вот, значит, они вскрыли ген мимикрии у одного единственного парусника, у него есть одна морфа, как самец у самок, и три морфомиметических. Они всего лишь сравнили одну морфу самцеобразную с одной миметической, все, что они сделали, две морфы. Но навалились всем, они там у 30 особей полный геном просеквенировали, они транскриптом посмотрели, там, фиш и так далее. В общем, все, что можно, и всю мощь на них навалились, значит. И оказалось, знаете, что, да, вот этот комплекс, это такие один ген с регуляторной областью, знаете, какой это ген оказался? Это оказался ген даблсекс. То есть, у папилеополитес ген, определяющий вот эти морфы, это тот самый даблсекс, который в основании. А у него он знаменит своим альтернативным сплайсингом. И точно, значит, четыре формы альтернативного сплайсинга, самцовые и три самочих. Но морфы определяются не тем, какой именно будет сплайсинг. Они определяются соотношением, все четыре морфы есть у всех. Определяются соотношением, уровнем экспрессии разных морф, которые зависят от каких-то точковых мутаций. А знаете, сколько точковых мутаций различают два, эти две класса аллелей? 1400. В соседних локусах там 6-7, да, а тут 1400. Это значит, эта штука древнейшая, просто в невообразимой степени. А вот этот насос, когда закрыта рекомбинация, насосал вот столько. А всего, учитывая, причем, знаете, там, взяли, из коммерческой какой-то популярности, для декоративных целей бабочек продают, в Японии купили, посмотрели разные особи, в том числе и одной и той же морфы. И оказалось, что там 6,5 тысяч всего замен. Вот 30 особей посеквенировали, 6,5 тысяч, диагностически для двух морф, 1400. То есть, это все безумно древняя система. И какая из этих замен, ну там куча в некодирующей части, много в кодирующей, но идет сотни. Кто из них на что влияет на соотношение морф, непонятно. Вот, а что закрыло, значит, что закрыло рекомбинацию? Обычная инверсия по краям гена. Дальше, есть предварительные данные, что у другого классического объекта, тоже парусника, тоже папилио, но из Африки. Папилио-Дарданус, такая же совершенно система микрии, даблсек с ней не имеет отношения. А у третьего папилио, папилио-Мемнон, у него, возможно, рекомбинация на стыках подвидов. То есть, там нет инверсии, там каким-то другим образом создан суперген и запертая рекомбинация. И черт знает, что вообще, и сбоку бантики, и в центре даблсекс. Ну вот, собственно, что я хотел сказать. Илья, спасибо большое, значит, за что называется Майн Стимилейтинг Иссори. Спасибо, Алик, замечательно. Он хочет удаляться, или нет? Да, дайте мне сразу, пойдемте сразу, у меня должны идти.